По теме энергии жизни. Да, по теме энергии жизни. Мы немножко неэффективно используем. Стоп. Правильно говорить никому не обязательно вообще. Про то, что вы не сделали. Ладно, мы тогда покажем вам про что, потом все смогут подойти и приедем. Да, щелкать. Сами. Щелкать крюло. Так. Ну и вот здесь вы как бы типа, как сказать, нажимаете на пробел и у вас включается ваша история. Щелкать крюло. Не важно. Может чёрт кто меня слышит. Так. Снимай. Ну, это маленький мену, как зарядиться в Лефортовском парке энергиями жизни. Ну, различными способами. Новые четыре способа. Бодрость, вода, знания и солнце. Как это работает? Мы берём и нажимаем кнопочку «Зарядиться». Мы видим не очень весовую девушку, которая совсем не рада. Ну, и здесь она готова. Турлозарённый человек. Её нет. Мы нажимаем «Зарядиться». Она берёт книгу и читает. Оп. Оп. Она счастлив. Зарядить. Следующее. Это солнце. Действуем по такому же принципу. Он счастлив, он зарядится. Бодрость – это спортивное упражнение. Тут, кстати, немного информации про каждый способ заряда. Раз, два, три, четыре. Вода. Вода – самая классная. Раз, два, три. Ива. Да. Собственно, вот такой мену для дураков. Окей. Спасибо. Здесь должны быть аплодисием. Можете попробовать сами. Я попробовал. Попробовал. Поработал. Заряжай. Ну, что за хорошие вышки. Да, сразу. Послушайте на работе. Не колечневое, я смотрю. Хорошо, следующая группа готовится. Есть вопросы? Нет вопросов. Готовится. Кто? Кто? Следующая группа. Значит, кто, кто, кто бежит к монитору? Друзья, давайте время друг друга даже оплачиваем. Не слышу крика наша группа. Так, это был Арахи. Следующий будет 21 пец. Все. Кто от вас один? Тащи. Все, вперед. У вас один монитор или четыре? У нас не было. Четыре. Четыре, пожалуйста. Четыре монитора. Начинайте. Дай мне пока мое. Очень часто одна и та же проблема возникает. Приходит человек, делает презентацию. Что? И первое, что он говорит, мы немножко... Давай я шел и туда загружу. Сразу начинаются извинения. Слушай, я предлагаю, которые рабочие, ставить на второе. А первое, вот, и два последних, как раз логика делать. Слушай, я пока выключу, да? Абсолютно базовые, вот эти вот детские все приемы. Выбрать человека в аудитории. Сейчас смотрел куда угодно, только, наверное, на людей. Выбери любого, вот туда, и ему рассказывай. Гораздо легче будет говорить. Делай так, чтобы людям было видно. То есть презентуешь, презентуй вот так. Да, там, у тебя Карпов заслоняет сейчас в этот момент, там, половина людей не видит, что происходит. Ты должен эту ситуацию поймать, уйти вот сюда, к этому монитору, и на нем показывать, чтобы большая часть аудитории видела. Никаких извинений. Ты пришел, ты приехал, показывай, шоу, не порти его. Развлекай людей. Еще один момент, да? Иногда бывает, вы очень сильно, очень ступорно на презентациях ставят чья-то реакция, начать на часы смотреть, еще что-то там зебает. Это уже ровно. Сейчас, извините, я отойду, мне надо позвонить. Да, да, да. Это сбивает, офигеть как. То есть, ну, всем розыгрышам, там какая-то, что при любви действительно стоит еще что-то, и наоборот, она совершенно проваленная, но что делать надо рассказывать. Это сбивает. То есть, вы должны посмотреть, как бы, как поверх головы. То есть, ваша работа, вот в данный конкретный момент, представить для себя все, что угодно, что сидят ваши, не знаю, одноклассники, что вы коллегам рассказываете, да, там, или представить, не знаю, там, веселых, там, каких-нибудь сусликов, что они все на вас смотрят, и вас как-то немножко забавляют. Ну, то есть, какую-то внутреннюю игру для себя сделать. Ну, тоже вот момент. Людвиг рекомендует смотреть на одного человека. В этом есть определенный смысл. Если, допустим, Decision Maker, то вполне. Если вы не знаете, кто принимает, ну, там, решение или что, обходите аудиторию всю глазами. То есть, как будто чуть-чуть вот этим, вот этим, вот этим. С кем-то нормальный диалог. Вот вы как считаете? Это тоже очень хорошая штука, задать вопрос. В принципе, это очень хорошая вещь, и даже, когда мы все работаем с вами, ну, наиболее качественную эту работу, на мой взгляд, вот Антон Ярусин. Да? Потому что он вступает с вами в диалог, и вы от этого получаете очень много выгод для себя, да? То же самое, когда вы с клиентом, да, вот там, ну, какой-то вопрос задает. Что для вас, там, самое главное в компании? Что вы в компании работаете, например? Главное, там, зарплату. Вот, у нас есть про зарплату. Вот здесь, там, условно. Ну, какие-то вещи, там. Ну, какие-то вещи, там, в этой области, чтобы вы вылечили, 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 вылечили. Все правильно, все вы делаете. Ну, слушайте, я не то, наверное. Начали рассказывать про постановку задачи, рассказать здесь все. Не упомянули про Лефортовский парк. Да, про то, что одним из условий было поехать туда и снять там. Это тоже важно. Потому что те чуваки, которые не участвовали в процессе, вероятнее всего, они и будут задавать самые неприятные вопросы. Ну, это сюда, это сюда. Они должны спереть деньги. А что? Слушайте, а что вы это самое? Вода, а вы не поехали, там, в Серебряный Бор, там, чего такое? А зачем вы на двух включили? Да, иначе вы его ставите в дураком. Начинаете оправдываться. Слышь, ты, а зачем поставить его? Поставить его? Нет, фишки. Клоудинга не будет. Даже на разгон. Ну, после того, как мы завершили. Я уверяю, что... В общем, мы провели колоссальную работу. Мы получили убедительный... Какие-то такие надо находить. Формулировки, которые были... Слишком сильная самоуверенность в команде. При этом всякая ситуация, что денег мало, проходить деятельность не может. Все.